Добрый вечер! Путешествия готовы. Над территорией полуострова Черный мыс прошли соревнования по технике пешего туризма. Подробнее об этом и многом другом далее. Выпавший снег не препятствует для любителей футбола. В этот период они перебираются в зал и открывают сезон мини-футбола. Первые игры чемпионата города по этому виду спорта состоялись во дворце спорта «Дельфин». Посоревноваться вышли команды с самым разным составом. Проведение этого чемпионата – давняя городская традиция, которую активно поддерживают все любители этого вида спорта. Соревнования проходят по регламенту. Во второй группе играть будут 9 команд. Сыграем в круг. Девятая команда отсеивается, а первые 8 будут играть между собой четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Это отдельный вид спорта. Это тоже футбол, но он отличается от футбола, который проходит на траве. От большого футбола. Во-первых, здесь паркет. Другая специфика немножко. То есть другой мяч. Мяч здесь четверка, там пятерка. Несколько соревнований отличаются. Другой футбол. Но тоже очень интересно. Приходите, пожалуйста, болейте за свои любимые команды. Выберите сами, кто вам понравится. В общей сложности на участие в турнире подали заявки 15 команд. 6 в первой группе и 9 во второй. В первой игре первого тура встретились команды «Ветеран» и «Конвекс». По итогам захватывающей дух игры победа досталась ветеранам. Каждый год команда ветеранов, которая выступает и в большой, и в маленький футбол, говорит себе при окончании каждого сезона, что это последний сезон. Но каждый раз, когда начинается этот замечательный турнир, мы приходим, собираемся и, несмотря на старые болячки, участвуем и занимаем призовые места. Это командный вид спорта. Здесь нужно взаимодействовать, друг друга слышать, пользоваться авторитетом, играть на команду. Это, в общем, все то, что в жизни обязательно пригодится. Это первая игра этого сезона на паркете. Это совершенно другой футбол. Это не футбол на траве. Поэтому первый тайм приходилось привыкать к покрытию. И результат матча 2-2 первого тайма об этом говорит красноречиво. Во втором тайме разобрались, продышались и 6-2 итоговый счет, который нас устраивает. Также в этот день встретились команды «Динамо» и «МЧС». Игра оказалась не менее интересной и итоговый счет 2-1 в пользу «МЧС». Встречи команд будут проходить еще долгое время, поэтому каждый выходной дворец спорта «Дельфин» открывает свои двери не только спортсменам, но и тем, кто хочет поболеть за любимую команду. Приходите и погружайтесь в атмосферу спорта, борьбы и побед. А пока одни новоуральцы участвуют в чемпионате города, другие борются за победу в первенстве России по мини-футболу среди команд первой лиги. В минувшие выходные прошел первый тур соревнований. Его итоги оказались для новоуральского кедра неутешительными. Ноль очков и последнее место в турнирной таблице. Однако впереди еще весь чемпионат, а значит есть время набрать оптимальную форму и выправить ситуацию. Болеем за наших! С 10 по 12 ноября команда отделения плавания детско-юношеской спортивной школы номер 4 в составе 16 человек выезжала в город Ревда для участия в первенстве Свердловской области по плаванию среди юношей 2002-2003 и девушек 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из 23 команд Свердловской области. Согласно итоговым протоколам по всем дистанциям, на которых они принимали участие, практически все плавцы из состава нашей команды закрепились в первой двадцатке. Как у юношей, так и у девушек. Причем это 5, 8, 11 и 15 места. Это говорит о росте профессионального уровня новоуральских спортсменов. Ведь совсем еще недавно их фамилии на подобного рода соревнованиях, как правило, оказывались в конце итоговых протоколов. Итог кропотливой работы налицо. Еще одним достойным результатом стали две серебряные и три бронзовые медали, завоеванные на данных соревнованиях воспитанницей тренера Алены Владимировны Притыкиной Марии Куликовой. Серебряные медали за прохождение дистанции 50 и 100 метров на спине, а бронза за 50, 200 и 400 метров вольным стилем. Поздравляем новоуральских пловцов с этим достижением и желаем новых спортивных побед и достижений. Окрестности нашего города имеют разнообразный рельеф, что позволяет осуществлять подготовку по разным видам спорта, в том числе и по пешему туризму. Прошедшие соревнования вызвали большое количество положительных эмоций у всех участников спортивного события. Дистанция состояла из таких этапов, как переправа вертикальный маятник, переправа маятником по бревну, параллельные перила, навесная переправа, спуск по склону с самостраховкой и подъем по склону. В случае нахождения в условиях реального похода умение преодолевать препятствия различным образом дает возможность не только быстро передвигаться по маршруту, но и сохранить свою жизнь и здоровье. Результаты соревнований сложились следующим образом. В группе «Ребенок плюс взрослый» бронза досталась Ирине и Даниилу Кривоносовым. Их время 16.05. С отрывом в 39 секунд второе место завоевали Андрей и Майя Русаковы. Победу с результатом 13.47 одержала Анастасия Данилова и Елизавета Белых. В группе «10-13 лет» у мальчиков первое место получил Владислав Шулин, второе досталось Дмитрию Карпову, а завершил тройку призеров Александр Медведев. В этой же категории у девочек победа закрепилась за Олесей Мурсаловой. За ней идет Анастасия Полина. Замыкает тройку Татьяна Энгель. В группе «14-17 лет» среди юношей следующие результаты. Первое место Петр Шохин, второе у Константина Ёлкина. Бронза досталась Дмитрию Мариевскому. А среди девушек победа у Екатерины Романовой, второе место за Алисой Мариевской и третье у Розы Абасовой. Среди участников не было недовольных, ведь все, кто хоть раз познал романтику похода, посидел у костра и вместе со всеми провел время на природе, становятся частью одной большой семьи под названием «Туристы». С 17 по 20 ноября на тренировочной арене по фигурному катанию на коньках и шорт-треку Ледового дворца «Айсберг» города Сочи прошли соревнования по синхронному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие спортсмены Краснодарского края, Москвы и Московской области, Твери, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа и Новоуральска. Команда «Фри Лайн» детско-юношеской спортивной школы номер 2 заняла первое место в первом спортивном разряде. Тренеры команды Наталья Андреевна Потапова и Ирина Ивановна Зыкова. Поздравляем с заслуженной победой! В завершении программы анонс спортивных мероприятий на ближайшие дни. 24 ноября в районе Стрелкового тира на улице Ольховой состоится первенство детско-юношеской спортивной школы номер 4 по биатлону, посвященное открытию зимнего сезона и приуроченное ко Дню Милосердия. Начнется мероприятие в 16.00. Также в этот день в 11.00 пройдет Кубок города по русским шашкам среди женщин, посвященный Дню Матери. Площадка проведения – физкультурно-спортивный клуб «Лабиринт». Выходные дни этой недели будут насыщены спортивными событиями. В концертно-спортивном комплексе Новоуральска пройдет второй этап Кубка России Кубок Урала по синхронному катанию на коньках. На льду пройдут выступления спортсменов разного уровня подготовки. Зрители смогут увидеть интересные и красочные выступления. Начало соревнований в каждой из ней в 13.30. Центральный стадион имени Григория Деминовича Завады примет в своих стенах 24-й открытый чемпионат Новоуральска по настольному теннису. Игры будут проходить в субботу и воскресенье с 10.00. В эти же дни продолжаются игры спартакиада работников Уральского электрохимического комбината по волейболу. Зал игровых видов спорта примет всех участников и болельщиков с 10.30. Во дворце спорта «Дельфин» вновь пройдут игры чемпионата города по мини-футболу среди мужских команд. Посмотреть на соревнования можно будет в субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00. А физкультурно-спортивный клуб «Лабиринт», который находится по адресу Корнилова, 9.00 Б, станет площадкой для проведения соревнований по шахматам. Мемориал Геннадия Михайловича Андреева. 25 ноября участники приступят к партиям в 11.30, а 26.00 в 11.00 часов. Поклонники лыжного спорта в грядущие выходные дни смогут посмотреть открытые областные соревнования «Мемориал заслуженного тренера России Евгения Васильевича Колокольникова». Местом проведения традиционно станет спортивная база «Зеленый мыс». Старт этого спортивного события в 11.30. Приходите и принимайте участие в спортивной жизни Новоуральска. Это все спортивные новости города на сегодня. На этом я прощаюсь с вами, но только до следующей среды. И наше традиционное пожелание – любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы!